Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Вот мы вплотную подобрались к важнейшим отчетам по состоянию американского рынка труда, к статистике, которая сейчас должна иметь для каждого трейдера, который следит за фундаментом, двойное значение. Потому что мы хотим не просто посмотреть на состояние данного очень важного сектора американской экономики, и мы прекрасно понимаем то, что еще, исходя из тех цифр, которые мы с вами увидим, можно будет строить предположения о том, на какие действия в плане ужесточения монетарной политики будет готов пойти американский регулятор. Собственно, о ФРС, о позиционировании, вероятности тех изменений, которые могут произойти с процентными ставками, мы еще поговорим и продолжим это, собственно, делать и на следующей неделе. Ну, поскольку мы с вами уже обратили внимание на то, что доллар остается одним из основных драйверов всего рынка, наверное, ничего другого нам не остается делать. Но сперва давайте поговорим о рынке нефти, который позволил нам добраться до нашей пока что среднесрочной цели, за что, конечно же, ему большое спасибо, потому что, как мы с вами и предполагали, того новостного фона, который сложился на финансовых площадках за последние месяцы, оказалось достаточно, чтобы продавить котировки Brent ниже поддержки в 50 долларов за баррель. И этот тест уровня оказался не просто попыткой закрепиться ниже 50 с возможностями консолидации. Мы увидели резкий пробой, не прокол и дальнейшее движение. О чем это говорит? Это говорит о том, что сила медведя оказалась в разы превосходящей силой быков. Мы на это делали ставку. И еще параллель, которую проводили, опять же, с тем, что происходит с курсом российской валюты, отмечали то, что, возможно, есть психологическая планка для важнейшего экспортного средневого ресурса для российской экономики по Brent. Это 50 долларов за баррель. И как только этот уровень падет, то рублю также придется девальвироваться в ускоренном порядке, потому что противопоставить уже такой утручающей динамике будет нечего. Если сейчас вы посмотрите на котировки рубля, мы быстренько идем к нашей с вами верхней цели. Хотели увидеть 58. Посмотрите на текущие котировки на премаркете. Мы уже видим пару на отметке 58.76. И такими стараниями, я думаю, то, что уровень 60 против американца – это вопрос самых ближайших дней. Что касается рынка нефти. Что же стало причиной того обвала, который произошел? Это потери с учетом тех утрат, которые мы наблюдаем на сегодняшней азиатской сессии, больше 5%. Трейдеры продолжают ставить на рост мировых запасов, на увеличение глобальных мировых поставок и, соответственно, продолжают обсуждать то, что происходит по уровню добычи в Штатах, в других регионах и то, что связано и касается темы продления действия договора ОПЕК и 11 государств, которые не входят в эту организацию, то есть по энергетическому пакту. Это вопрос еще для рынка нерешенный. 25 мая, как вы помните, состоит заседание ОПЕК. И, ну, конечно же, с учетом текущих цен на нефть, разумеется, нужно предпринимать все возможные усилия, чтобы это соглашение продлить. Мы настраивались на то, что никаких сюрпризов не будет. Ну, надо так продлять, но оно не будет работать, потому что то, что происходит сейчас на рынке, явно уже доказывает тот факт, что эта сделка абсолютно неэффективна. Пока бренд держался ниже 50, мы говорили о том, что усилия ОПЕК сведены к нулю, то, что текущая статистика по объемам добычи в Штатах и в других регионах уже компенсировала эффект этого энергетического пакта. Но был еще какой-то такой словесный тормоз, потому что мы допускали, что может случиться так, что от полтинника трейдеры снова начнут играть на повышение, и тогда мы уйдем, как и в прошлый раз, выше 55 долларов по нефти марки Брэнта. В этот раз этого не произошло, поэтому я смело заявляю о том, что те регионы, которые были не обременены условиями текущего энергетического пакта, прежде всего это Нигерия, это Ливия и Соединенные Штаты Америки, прекрасно использовали те возможности, которые им были подарены. Вот в ходе прошлой торговой сессии мы с вами активно обсуждали объемы добычи в Ливии. Вы знаете то, что на текущий момент уже добывается больше 760 тысяч баррелей в сутки. Это произошло и стало возможным после того, как вернули к работе одно из основных месторождений Шарара. Мы говорили о том, что есть еще одно крупное месторождение Альфиех, и если все пойдет так, как хотелось бы медведям, то и это месторождение также начнет функционировать. Вот на текущий момент именно это и случилось. Значит, мы поставили на то, что рост добычи как минимум увеличится на 80 тысяч баррелей в сутки, и я ориентировался на цифру 850-900 тысяч. Ну вот, судя по последним комментариям Ливии, которые стали достоянием, по сути, общественности в рамках вчерашнего дня и сегодня продолжают резонировать в этом активе, Ливия планирует поднять в ближайшие полгода объемы добычи в два раза, доведя общий показатель до полутора миллионов. В ближайшие полгода это в перспективе до конца 2017 года. До конца 2017 года, учитывая темпы прироста нефтедобычи в Штатах, мы увидим резкий рост и там. Последний прогноз администрации и энергетической информации уже нам позволяет рассчитывать на то, что уровень добычи составит примерно 9,8 миллиона баррелей в сутки. Это выше и лучше, более амбициознее по цифрам, чем то, что мы слышали больше месяца назад. Негативных факторов, друзья, масса. Сегодня у нас на десерт еще отчет Бейкер-Хьюз. Предлагаю просто прикинуть, насколько может увеличиться количество нюфинных станций. Я думаю, что 710 мы увидим через неделю. Соответственно, будем говорить о более высоких показателях добычи и будем усиливать свое представление о том, что нефть ушла в затяжное пике. И в ближайшее время выбраться из него ей вряд ли удастся. Поэтому ждем более низкие ценовые значения. Если так лихо преодолели 50 долларов за баррель, давайте допустим, что в ближайшие дни, возможно, посвятивляются быки. Может быть, вернуть актив в район 50 долларов за баррель. Но это уже сигнал того, что краткосрочные риски, среднесрочные и долгосрочные, они крепчают, усиливаются. И я еще раз возвращаю вас к статистике по запасам нефти США, по нефти, по бензину, по производным нефтепродуктам. Вы помните, что в рамках американской экономики сейчас последние полтора месяца сложилась нездоровая такая тенденция, связанная с снижением спроса на топливо. Объемы поставки на внутреннем рынке бензина сократились на 2,5%. За последние 4 недели спрос снизился практически на полмиллиона баррелей в сутки. Это позволяет нам говорить о том, что даже если вследствие загрузки нефтеперерабатывающих заводов объемы запаса нефти будут снижаться, есть компенсирующий фактор, который будет переосиливать этот потенциальный позитив для рынка нефти и позволяет нам не обращать внимания и не рассчитывать на то, что этот нисходящий тренд будет сломан даже статистикой от Министерства энергетики США. Поэтому я еще более уверен, чем нежели даже вчера, в том, что цены на нефть будут снижаться, как косрочно я допускаю то, что мы можем вернуться чуть повыше, но давайте терпеться для тех трейдеров, которые не хотят сейчас метаться вверх-вниз, уже стоят в цели, давайте ждать 45 долларов за баррель. Российская валюта 58.76, я думаю, что теперь мы можем смело говорить, каждый доллар, который будет терять бренд, станет причиной ослабления курса российской валюты примерно на рубль-полтора. Вот еще увидите, что такая тенденция действительно на рынке нефти будет и на рынке российской валюты выдерживаться. 60 это наша с вами цель, ждали уровень 58 давно, но сегодня, когда я взглянул на котировки, приятно удивился то, что наконец-таки рубль спустился с небес на землю и понял то, что ему придется все-таки обращать внимание на то, что происходит с нефтью. Тем более, что в противовес конкуренции у рубля есть доллар, который сохраняет очень хорошие шансы на дальнейшее укрепление. Доллар японская валюта. Шестинедельный хай. Мы рассчитывали на то, что быстренько уйдем выше 113, но пока рынок придерживается другого мнения и позиции. Котировки сейчас по USD иене у нас находятся на отметке 112.17. В целом пройти фигуру для доллара с учетом текущего фундамента расплюнуть, поэтому я считаю то, что учитывая влажность сегодняшней торговой сессии, ожидание данных по non-farm payrolls, с уровнем безработицы и динамики по росту зарплатных плат, позитив везде транслирую, как бы визуализирую, как угодно это можно сказать, но по-другому, наверное, статистика не может себя проявить сейчас. Особенно после последних показателей, которые мы видели влияющих на темпы прироста новых рабочих мест, и особенно после последнего отчета EDP и статистики по заявкам на пособие по безработице EDP, вы помните, лучше прогноза, фактическая цифра 177 тысяч, прекрасное значение, заявки на пособие по безработице вчера 238 257, как мы говорим уже не один месяц, это минимальное значение за последние 40 лет, и эта тенденция не меняется, поэтому медианная, опять же, оценка и вектор прогресса рынка труда находится исключительно в крюмовом восходящем движении. Это тот позитив, который отмечаем не только мы с вами. Давайте вспомним еще раз вкратце итоги последнего заседания американского регулятора, где ФРС обозначил, определил слабость первого квартала 2016-2017 года как временное и неположительное явление, отметил прогресс на рынке труда, а также высокие позначения показателей потребительской активности, которые повлияют на более высокие темпы экономического восстановления во втором квартале. Ну и также ФРС подтвердил долгосрочные экономические планы, которые предполагают как минимум два повышения процентной ставки до конца этого года. На июнь у нас вероятность изменений выше 70%. Если сегодня нон-фарм-фэрлс будут по количеству новых рабочих мест выше 170-180 тысяч, думаю, что вероятность окажется уже выше 80% того, что ФРС поднимет ставку в июне. Картина макроэкономическая улучшается. Не нужно искать негатив там, где его нету. Не забывайте про то, что Трамп, пусть и, может быть, не в том виде, в котором хотелось кому-то увидеть, но представил план налоговой реформы. Я на самом деле увидел там достаточно конкретных моментов. И теперь осталось дождаться ее реализации одобрения в Конгрессе. Но сомнений в том, что Конгресс ее пропустит, лично у меня нет, потому что мы видим уже, с каким воодушевлением ее приняли прочие представители, опять же, американских, в том числе монетарных и денежных властей. Эта реформа, я уверен, будет реализована в кратчайшие сроки, как нам еще говорил Стивен Мучин и косвенно утверждал еще сам Дональд Трамп. Поэтому доллар-японская иена по факту сниженного интереса к спросу на иену из-за такого же снижения напряженности относительно Сирии и Северной Кореи сейчас является кандидатом на рост. Поэтому доллар-японскую иену, настраиваясь на июньское заседание повышения процентной ставки, нужно продолжать покупать. Мы ее покупаем уже с отметки чуть выше 110, а с небольшим, то есть уже в плюсе. Но не нужно его пока что фиксировать, потому что уйдем гораздо выше. Фунт против доллара. Котировки на текущий момент 1.29.15 снова оказались выше планки 1.29. Я считаю то, что, может быть, локально на фунт повлияла статистика. Активность в сфере услуг действительно на хорошем значении 55.8 с 55. Сфера услуга – это то, что генерирует основной показатель по емкости экономического роста и восстановления. Возможно, на фунт больше повлиял интерес к евро, который был явно проявлен вчера. Но не забывайте то, что фунт – это совершенно отдельный, скажем, инструмент, который нужно анализировать без какой-то связи с евро и другим фундаментом. Даже доллар, я думаю, на него не так влияет, как на прочие активы. Потому что по фунту есть своя наболевшая тема Брэкзита. Переговоры затягиваются, становятся все более печальными и печальными. Вот последнее решение – отстранить Дерезу Мэйк, собственно, от переговорческого процесса. Я думаю, что еще за политическую волю и ее мнение попробуют побороться те силы, которые, собственно, ее представляют. Но в данном случае у нас нет какого-то позитивного фундамента по Англии. Ну, кроме рядовых макроэкономических отчетов, но политическая тема здесь сильнее. Поэтому я рекомендую, как и вчера уже сказал, ставить больше и с большим интересом, и с возможностью получить больше профит именно на снижение британской валюты. Доллар канадец. Пара сейчас торгуется на отметке 1.3785. Я думаю, что такими стараниями можем очень быстро добраться до отметки 1.40. Собственно, вчера состоялось поздним вечером выступление председателя Банка Канады Полоза, где в очередной раз были подчеркнуты риски неопределенности с возможным дальнейшим усилением протекционизма. Полоз говорит об этом регулярно. И, судя по последним действиям Трампа в адрес поставки древесины со стороны Канады, эти опасения, которые были обозначены, и такие разговоры протекционизма, они, конечно же, не на пустом месте. Также Полоз обратил внимание на по-прежнему крайне низкие значения базовой инфляции и наличие даже давления на этот индекс нисходящего, что оставляет возможность для осмельчения процентной ставки. Про канадский рынок недвижимости мы также с вами недавно говорили, видели и там. Соответственно, причины для потенциальной слабости канадской валюты и экономики в целом. То есть Канадец, особенно с учетом последнего упала цен на нефть, будет находиться под прежним прессом, может быть, даже под еще более выраженным. И пара юрисдиката сохраняет очень хорошие шансы на тестирование сопротивления 1,4. Австралийц снижается, последний комментарий, несколько часов, собственно, времени. Заявления по денежно-кредитной политике, они в целом касались рисков крайне низкого темпа роста заработных плат, что будет влиять также на показатели инфляции. Ну, здесь примерно такие же параллели, как и с канадским регулятором, только здесь, может быть, еще более выраженная проблема действительно очень низкой потребительской активности, которая характерна для австралийской экономики. Поэтому австралийцы, собственно, не просто так уже находятся под давлением. Вслед за котировками, которые мы видим сейчас, это 0,73, 79, я думаю, мы вправе рассчитывать на тестирование поддержки 0,73. Новозеландская валюта также снижается. Евро у нас вчера показал серьезный рост практически фигурного такого характера. Сейчас бодается за сопротивление 1,10. Причина – это тотальная уверенность в том, что победу на втором туре президентских выборов, который пройдет в это воскресенье, одержит иммунель Макрон. Сейчас после последнего раунда дебатов и последних предварительных опросов общественного мнения его лидерства уже очевидно. Он больше, чем на 20% опережает по, опять же, опросу и потенциального голосования со стороны электората своего соперника Амарили Пэт. Но, друзья, я уже неоднократно говорил о том, что на рынке не нужно недооценивать самые невероятные события. Сейчас я повторяться не буду, просто имейте в виду то, что от роста европейской валюты может очень быстро ничего не остаться. И, как я отметил вчера, лично я собираюсь рискнуть, опять же, под закрытием сегодняшней торговой сессии в расчете на ответие с ГЭПом через ослабление европейской валюты. Потому что, на мой взгляд, сейчас играть на повышение, особенно после очевидного лидерства Эмманелия Макрона, очень предсказуемо. Лучше допустить то, что восходящего открытия с ГЭПом второй раз в подряд мы не увидим. Поэтому, каким бы, скорее всего, ни был исход второго тура президентской гонки, европейская валюта может, исходя из предварительного настроенического такого фактора, может быть, даже исходя из не совсем оправданной первичной реакции, и просесть неплохо. Вот как раз это снижение я и попробую поймать. Золото у нас снижается. Я думаю, то, что сегодня, когда мы проанализируем данные по Non-Farm Farms, у нас со следующей недели будет возможность поговорить уже про конкретные уровни, которых можно придерживаться по золотому активу, и это, собственно, и сделаем. Американский фондовый рынок остается на подъеме. Мы в одном шаге от того, чтобы переписать по S&P, по наставку уже произошло новый исторический максимум. Это вопрос также в ближайшего времени. Статистика может поддержать результаты квартальных деятельностей компании уже в плюсе, и будут подогревать дальше интересы к американской фондовой секции. Ну и налоговая реформа. План представлен, план вроде бы как одобрен предварительно Конгрессом, теперь дело осталось за мало, за непосредственно самим голосованием и нахождением ответа лично Трампа о том, за счет чего он будет финансировать растущий и увеличивающийся в связи с ценой этой реформы дефицита бюджета. Но это уже, скажем, фундамент, который мы будем обсуждать в перспективе ближайшего времени. Из важных отчетов. Сегодня давайте фокусироваться на статистике по американскому рынку труда. В 20.00 еще выйдет отчет Baker Hughes по нефтяным терминалам. И завершать неделю и торговую сессию будут выступления сразу трех чиновников ФРС. Это Эванс, Розенген и Джанет Йеллин. Ждем эти комментарии примерно в 20.30 по московскому времени. Друзья, собственно, на этом все. Маленькое лирическое отступление. На следующей неделе информацией, скажем, вас оснабжать и держать в курсе всего происходящего будут мои коллеги. Я беру, скажем, паузу на непродолжительные, на мой взгляд, 5 дней. Спустя неделю, собственно, снова обязуюсь быть в строю. И если что, если какое-то событие будет упущено, разумеется, мы компенсируем этот пробел. Я расскажу, что и как. И еще раз посмотрим, как эти события могут повлиять на наш излюбленный набор инструментов, которые мы торгуем с вами изо дня в день. Собственно, на этом все. Хорошего вам завершения недели. Хороших предстоящих выходных и майских праздников. Это справедливо для российского рынка. Надеюсь и настоятельно рекомендую вам хорошо отдохнуть, потому что мы входим в фазу роста волатильности на финансовых рынках, потому что у нас на июньские месяцы много чего, начиная с ставки ФРС и окончая, собственно, неочередных парламентских выборов в Англии. Да и плюс ко всему, нет сейчас крайне интересно, которое поджимает, заставляет явно переосмысливать многих то, что с ней может быть и дальше. 25 мая у нас решение ОПЕК о, скорее всего, продлении действий аналитического пакта. Как с этим пактом и сделкой будем жить дальше, покажет время, но пока есть возможность прокатиться до отметки в 45 долларов за пар. И надеюсь, что вы это сделаете вместе со мной. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok